Точный глазомер и предельная аккуратность. Сержант Евгений Сорока в укладке аэродромных плит не новичок. За год службы в армии парень выучился на стропольщика. Работа спорится в его умелых руках. Как говорится, талантливый человек – талантлив во всем. Еще на гражданке мужчина освоил специальности электромонтера, актера и режиссера театра. Вооруженные силы дали ему жизненный опыт и настоящую мужскую дружбу. Я стал более дисциплинирован, когда есть ответственность перед другими людьми и нужно подавать хороший пример. Этот пример я беру у своих командиров. Появилось терпение. Это очень важное качество в армии, потому что нельзя показывать какие-то свои слабости и сдавать эмоции. Армейская служба ставит все на свои места. Здесь свой уклад и распорядок дня. Огневая, строевая и тактическая подготовка. День расписан буквально по минутам. Евгений уверен, все это закалило и сделало его сильнее. Физические испытания на прочность научили лучше понимать себя, позволили выйти из зоны комфорта, изменили мировоззрение и дали бесценный жизненный опыт. На самом деле армия мне много чего дала и не стоит ее бояться. И я считаю, что это школа, к которой должен пройти каждый. В армии я узнал для себя точно много нового. Раньше у меня не было в принципе никакой связи с техникой, тем более с военной техникой. Я поднакомился с механизмами какими-то, как обслуживать технику. Также в армии первый раз я поднакомился с оружием, поближе из чего он состоит, как из него стрелять. 83-й отдельный инженерно-аэродромный полк – уникальная часть, которая занимается строительством, реконструкцией и поддержанием в боевой готовности военных объектов по всей стране. Вертолетные площадки, навесы для техники, обустройство военгородков, опытным специалистам – все по плечу. Служить здесь – большая честь и огромная ответственность. Военнослужащие срочной военной службы призывают на службу на полтора года, если есть высшее образование, то на один год. Они обеспечены всеми видами довольствия, то есть военной формой одежды, трехразовым питанием, заработной платой. Военнослужащие 147-го зенитного ракетного полка в ответе за мирное небо. Главная ударная сила – комплекс ОСА. Эта боевая единица полностью автономна, способна обнаруживать, распознавать и поражать воздушные объекты в любых погодных условиях. Облаченная в сталь машина – одна из немногих систем, которая может поразить цель на предельно малых высотах. В списке задач ЗРК – оборона подразделений сухопутных войск. Родителям не стоит волноваться. Мужчины, они не волнуются, отцы, это точно. Сейчас в армии намного проще служится. А вот мамы, они всегда волнуются. Первая встреча – это уже на присяге. Они сразу видят изменения. Они возмужали, они окрепли. Кто-то стал в их глазах уже, как мужчина, сформировался. Потому что здесь ответственность лежит на солдатах. Они отвечают сами за себя. Пройдя этот путь, я могу сказать, что я ничем не пожалел. Что пришел сюда, набрался какого-то для себя опыта. Своих укрепил, но не все же, не все, можно так сказать. И нашел в себе довольно-таки много друзей, товарищей, с которыми, я уверен, мы будем общаться. Поступает предложение о контрактной службе, над которыми я, конечно, задумываюсь. Потому что служба действительно, я понял, что она важна в жизни. И контрактная служба, то есть это, прежде всего, стабильность. На плацу 147-го зенитного ракетного полка торжественные проводы тех, кто увольняется в запас. 25 солдат и сержантов покидают расположение уже ставшей для них родной части. Звучат слова благодарности. Личный состав проходит маршем перед строем. Личные фотографии при развернутом боевом знамени воинской части награждают шестерых. Эта форма поощрения применяется только единожды за весь период службы. Удостаиваются ее только лучшие. Мам, иду домой. Да, да, уже все. Конец. Закончила служба моя. Да, спасибо большое. Целую тебя. Скоро увидимся. Все, кто прошел срочную службу и в резерве, социально защищены по указу президента. Время, отданное защите Родине, засчитывается в страховой стаж. Действуют льготы при поступлении и распределении. Для членов семей военнослужащих сохраняются места в общежитии. Солдатский хлеб не бывает легким, но тот, кто его попробовал, может по праву называться настоящим мужчиной, который дал священную клятву. Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость, территориальную целостность и конституционный строй Беларуси. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск-360.